В субботу в крае состоялся самый массовый митинг в местной истории. Почти 35 тысяч человек вышли на несанкционированную акцию. Отдела губернатора Хабаровского края Фургала, которого замели за кучу уголовных убийств, в которых он подозревается. И после этого Кремль столкнулся с ситуацией, которую, я думаю, он не ожидал. С демонстрациями, потому что реально в Хабаровске и не только в Хабаровске, в других городах идут демонстрации, серьезные демонстрации, многотысячные в Хабаровске. И кричат «бог знает что». В общем, то, что обычно кричат сторонники Навального, а не сторонники ЛДПР. Путин Влад! Путин Влад! Путин Влад! Путин Влад! В чем обвиняется Фургал? Вот там уже появились сведения о несколько убийств. В частности, значит, некий Зоря. Фургал и Зоря оспаривались по поводу какого-то завода ЖБИ, вернее, корпуса этого завода. И когда суд решил, что корпус принадлежит Зоре, пришел в октябре 2004 года в Хабаровске некий киллер, выстрелил из пистолета Макарова 8 раз в Зорю и тут скончался. После чего, кстати, нашли письмо Зоре предсмертное, в котором он говорил об опасениях в свою жизнь. И говорил, что вот если это случится, то, значит, виноваты будут такие-то и такие-то компаниями в Хабаровск, а как раз ее руководителями тогда были Фургал, Местрюков и Булатов. Все то, что тянется из 90-х, это такой крючок, за который можно зацепить вообще любого человека, кто тогда занимался бизнесом, да, особенно там на Дальнем Востоке страшно криминогенная была обстановка, она и сейчас такая на самом деле, да. И все те, кто занимался бизнесом и там, и во многих других местах в 90-х годах, они просто не могли не пересекаться с криминалом. Но вот этот вот случай, мне кажется, еще одно доказательство для этих людей, что не надо ходить в политику. Установим этот беспредел! Свободу Фургалу! Когда Фургал вступал, решил пойти по политической среде, конечно, надо было ему в Единую Россию вступить, но он сэкономил и зачем-то вступил в эконом-вариант по имени ЛДПР. А поскольку ЛДПР у нас привычно играет роль спойлера, то он выиграл, выделился как спойлер в 2018 году против губернатора, которого звали Шпорт. Был арестован губернатор Хабаровского края Фургал Сергей Иванович. Ему предъявлено, так сказать, пока еще нет обвинения, оно будет предъявлено позже, но... Есть информация, что он обвиняется в том, что что-то произошло в 2004 году. Кого-то там убили в Хабаровском крае. И где-то каким-то боком, возможно, он причастен. Исследуйте. Чего вы 14 лет молчали? 15 лет, что вы молчали? Он выдвигался кандидатом в Краевую Хабаровскую думу. Вы молчали. Чист, хорошо. Трижды депутат, одномандатник в Государственную думу. Молчите. Губернатором выдвигается. Молчите. Второй тур, он вам не нужен. Так давайте скорее, Сергей Иванович. Вот. Завтра возбуждаем уголовное дело. Вы молчите. Позор в Москве! Позор в Москве! Позор в Москве! Уголы обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. По различным их частям. 30-й, 33-й, 150-й, по-моему, какой-то забыл. Простите. Это особо тяжкие статьи. Убийство в составе организованной группы и покушение на убийство. По ним, если я не ошибаюсь, вот, Елена Анатольевна, нет. Срок давности по особо тяжким преступлениям 15 лет. Совершались они, по версии следствия, в 2004-2005 году. Почему это вот у всех вопрос такой? Первое, что вот, вопрос, который возникает. Почему сейчас возбудились и в прямом, и в переносном смысле? Спустя столько времени. Ну да. При всем, при том, что ходят слухи, что МВД было известно о том, что он что-то там такое был. Ничего ему не было известно, потому что ничего не было. Что-то, еще раз повторю. Возможно, он совершил преступление, но не те, которые ему сейчас инкриминируют. Понимаете? Ему надо инкриминировать особо тяжкие, чтобы создать для него ситуацию невыносимого выбора. И привезли в Лефортово. У вас Лефортово теперь тюрьма одна на всю страну. И арестовывают только московские следователи. Всем следователям следователям. Вы не доверяете. Это же все ведет к плохим последствиям. Это ошибка очередная. Мы все сделали. Я обращался к Бортникову, к Бастрыкину, к Колокольцеву, к президенту. Ко всем. Несколько раз. Резолюции. Доложить. 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 Вот доложили, арестовали. И понятно, что Релин на него еще на самом деле до референдума. Но я думаю, что, конечно, результаты референдума стали последней каплей. И вот смотрите, как кричит Жириновский. Что же вы 14 лет молчали, 15 лет что молчали. А, значит, после победы Сергея Фургала начались гонения. Всю проплаченную прессу натравили. И, значит, дальше Жириновский рассказывает, что Фургал виноват в том, что не возил в Москву ящичек с деньгами. Цитирую. Называют ему сумму. Говорят, что каждый год возят. И так по всей стране. Он не стал возить три года. Три коробки он не привез в Москву. Вот и все. Еще один момент скажу, почему брали. Приходит к нему бывший руководитель аппарата, бывшего губернатора. Говорит, Сергей Иванович, надо в Москву везти. Ящичек. Называет сумму. Мы это каждый год возим. И так по всей стране. Пока эту тотальную коррупцию не перебьем, не будет. Он не стал возить три года. Три коробки он не привез туда, в Москву. Вот и все. Надо возить. То есть, заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил четыре преступления. Первое. Он выиграл выборы у единоросса. А второе. Он стал реально заниматься краем. Например, реально сократил расходы. Он выставил на продажу правительственную яхту. Он запретил чиновникам летать бизнес-класса. Он снизил зарплату губернатора. Третье преступление. У него был реально рейтинг выше, чем у Путина. И даже в сети есть запись в совещании у Палпреда Трутнева, где просто это ставится ему в вино. И четвертое и пятое. А в сентябре прошлого года на волне этой популярности его партия взяла большинство в местной думе. И Фургал не стал уже пятое преступление поделывать результаты выборов. Поделывать результаты референдума. Значит, по официальным данным явка в Хабаровском крае 44%, поддержка обнуления 63%. Это примерно реальные цифры. А в кассе протеста можем сделать? Сложить полномочия. Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как пристали не начинаете действовать. Но бордников не беря. И воронков у вас не хватит. И мы не негры. Если мы все выйдем, никакой ваш Росгвардия не спасет. И армия будет на нашей стороне. Они и сегодня офицеры на нашей стороне. Горналистика, к сожалению, не отражает всей сложности жизни. Особенно жизни на Дальнем Востоке, где очень мало людей в бизнесе сделали карьеру и получили уважение, не убивая людей. И я не знаю, сколько в этом было личное и персональное недовольство Трутнева, которого, допустим, устроили разнос в администрации. Насколько справедливы слова о ящичке. Но в случае Фургала самое главное, что они лечили не симптом, а болезнь. Вот симптом это то, что 70% жителей края проголосовали за крокодила против единоросса. И они такие, ой, ну мы крокодила посадим. Он, оказывается, мясо ел. Слушайте, конечно, он крокодил. Там все крокодилы. Но вас это не интересовало, пока его успех не показал, что вы в полном пролете. Значит, любили ли хабаровчане Фургала? Но, как мне показалось, они совершенно точно были недовольны тем, что его арестовали. Валерий Дмитриевич, как вы считаете, что заставило этих людей в выходной день закрыть дверь родного дома и выйти на, подчеркиваю, несанкционированную акцию в поддержку своего губернатора? Что вот у людей, что людьми двигало? Динамика оказалась совершенно неожиданной. Такой значительной динамики никто не ожидал. Это совершенно точно. Это первое. Второе. Сейчас будут искать следы, западное влияние. Организация, я знаю, что ничего подобного не было, что это было спонтанное. Именно веление души и совести. Во-первых, к Фургалу относились симпатии. Симпатии относились. Потому что люди были с ним связаны борьбой. То есть они за него голосовали. Они, я бы сказал, выцарапали победу. Это было очень сложно. Второе. Он повел себя очень достойно. Вот два года прошедших после его переизбрания, избрания, прошу прощения, Умел себя в высшей степени достойно. Он смог себе завоевать хорошую репутацию. Доложите сейчас всем, сколько на содержание вы тратите денег в год. Сколько в 2018 году было потрачено, сколько в 2019 запланировано, и сколько на 2020 год. И вы там увидите очень интересную картину. К моему глубокому сожалению, расходы там не уменьшаются. Мы говорим, а у нас денег кормить детей? Нет. Мы не будем кормить детей. Это делать мы не будем. Это делать мы не будем. А за что вы получаете там зарплату? Вы что там делаете все? Что там делается? Там куча замов, отделов, департаментов, разнообразных руководителей, чиновников. Сколько вообще штат там? Вы когда начнете выполнять свои должностные обязанности? Третье. Это попутно, но это важно. Я знаю, что никаких фактов, подтверждающих то, что он совершил инкриминируемое преступление, нет. Возможно, он совершал другие преступления. Это я не исключаю, не знаю. Но то, что нет никаких фактов, абсолютно точно, подтверждающих ему инкриминируемые преступления, это известно. И, наконец, четвертое, и самое важное. Хабаровчане обоснованно ненавидят Москву. Я имею в виду, в данном случае, даже не столько Москву, сколько Кремль, кремлевскую политику, которая насилует всю Россию. И особенно она насилует в Дальнем Востоке Сибири, которые, в прямом смысле слова, они всегда носили полуколониальный статус. Сейчас они просто настоящая колония. И поэтому выступление за Фургала, это одновременно выступление против Кремля, против его колониалистской политики. В прямом смысле слова, подчеркну, я не путаю слова, это колониалистская политика, и это выступление против президента Путина, безусловно. Сделали с нашей страной, вырубили все леса, выкачали всю нефть, воровали все. Вот то, что у вас в Чечне происходит, вас не интересует. То, что Таймыр оказался автономным под властью офшоров Нарникеля, и то, что там делали с журналистами Новые Газеты, вас не интересует. Вот автономия отца Сергия с его культом Царя Божия, или что у него там, вам не интересует. А вот голосование народа в Хабаровском крае, который проголосал против кандидата Ядра, было воспринято как трагедия, и, конечно, то, что происходит, это подготовка к выборам сентябрьским, потому что они понимают в Кремле, что они референдум-то реально, скажем так, как минимум не выиграли. А представляете, за кого разозленный этим референдумом избиратель будет голосовать на выборах? За здорово живешь, зашли, вырубили ли сопки, озеро запоганили, и ответственных нет, ошибаетесь. 12-го числа митинги в Хабаровске продолжились, говорят, что туда уже приехал какой-то иногородний ОМОН, и занял здание городской администрации. Ну, оттуда мне пишут, написали из Хабаровска, я, сказать, общаюсь с ними, что прибыл Московский и из Владивостока, потому что всегда таких случаев привозят откуда-то из других мест. Я вам хочу сказать, вот, Александр, давайте экстраполируем ситуацию. ОМОНа в России 25 тысяч. 25 тысяч. Во время летних протестов в Москве, да, здесь был сосредоточен весь ОМОН с европейской части, части Урала. Теперь представьте себе, что протесты охватывают хотя бы 5-6 городов-миллионников. Никакого ОМОНа не хватит, никакой Росгвардии в целом, да, никакой полиции. Я горжусь вами! Дальний Восток! Я горжусь вами! Народ решает, кто виновен, а кто нет. И как Иисус Христос прощал разбойника на кресте, так народ простил Сергея Фургала. Редактор субтитров А.Семкин